И в продолжении темы. В преддверии памятных дат 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель, в нашем районе проходит много мероприятий казачьей направленности, причем не только в городе, но и в сельских поселениях. Одно из таких – огонек встречи двух семей, сохранивших казачий уклад жизни и по сегодняшний день. История хутора Прикубанского уходит далеко в прошлое и насчитывает более 130 лет. Раньше здесь было несколько хуторов, которые назывались по фамилиям казаков. Их потомки и по сей день живут здесь. Где-то лет 6 или 7 назад у нас было принято решение, мы стали проводить мероприятие раз в год, отыскивать род, семью казачью, которые проживают в нашем хуторе, раньше проживали, которые более или менее вклад внесли в развитие нашей территории. И с тех пор так повелось, один раз в год проходит такое мероприятие и честуется этот род. В Прикубанском сельском поселении хуторское казачье общество – одно из лучших в районе. В его рядах насчитывается более 50 казаков. Это люди, занимающие активную жизненную позицию, неравнодушные к чужой беде. Много лет уже в казачьем обществе состоят и члены семей, приехавших на огонек встречу. Среди них Николай Кондра. У казаков всегда был культ большой семьи. Несколько поколений жили рядом, в одном дворе или по соседству. Вот и семья Кондры обычаю следует. Хоть и не все живут в одном хуторе, но на праздники обязательно собираются вместе. Я вспомню свое детство. У нас всегда бабушка, ну она как в детство войны не вернулся, а бабушка была старше. И ее два сына и дочь всегда собирались. Ну да, церковные особенно. Старый Новый год, Рождество – это у нас было как праздник. Все собирались. Ну и мы стараемся поддерживать такие же традиции. И к нам приезжают и дети, и внуки на такие все мероприятия, все праздники поддерживают. Все вместе. Другая семья – сокол. Еще издревле повелось, что именно в казачьих семьях вопросам воспитания и почитания старших уделялось особенно большое внимание. В семье сокол эти традиции поддерживают. Самое главное – честность, порядочность. Вот это у нас дедушка, значит, быть честным, порядочным, значит, и всегда почитать старших. Это у нас, он всегда говорил, увидел старшего, сами шапку поклонись. Вот это такое у нас было. Ни один праздник просто невозможен без хлебосольного казачьего стола с пирогами и сладостями, а также задорных казачьих песен и игр, чего и было вдоволь на огоньке встречи. Казачество на протяжении многих веков главную опору видела в крепкой семье, а семьи Кондры и Сокол – показательный тому пример, где казачьи традиции передаются из года в год, от поколения к поколению. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова